Праздники закончились и снова за работа. В голове еще совсем не рабочие мысли. Еще шумят отголоски праздничных салютов, а вкус селедки под шубой вместе с оливье определенно не забыт. Ведь как забыть ощущение почти двухнедельной праздничной неги? Но войти в рабочий ритм как-то нужно. Но как? У каждого свои, наверное, методы. Надо хорошо отдыхать, чтобы хорошо устать, чтобы на работу захотелось. Кто не активно отдыхал, кому уже тяжело. Головка бобо, а мы нормально. Все перемешалось. Казалось бы, помощь семье, близким, но это тоже активная творческая деятельность. Поэтому каникулярный период не оказался таким уж, как говорится, абсолютно отупляющим. Одним словом, свой мини-отпуск череповчане провели активно. За такой вид отдыха и специалисты психологи рекомендуют длительное застолье обязательно чередовать с активными и полезными развлечениями. Лыжи, коньки, ватрушки или обычная прогулка. Все это помогает быстро втянуться в рабочий ритм. А возвращаться в реальность нужно. Ни в коем случае нельзя откладывать дела на завтра, подчеркивают специалисты. Самое главное, чтобы лучше включиться, это тоже распланировать свою деятельность, распланировать день, распланировать месяц, распланировать работу на год. Еще, наверное, самое главное, о чем хочется сказать, важно видеть цель работы, видеть для чего ты работаешь, видеть результат своей работы. Ну а начать можно с простого. К примеру, разобрать бумаги на рабочем столе. Офисным работникам также рекомендуется делать небольшие перерывы – 5-10 минут. За это время можно и зарядку сделать, и новогодние фотографии коллег посмотреть. Ведь за 11 дней многие успевают измениться. Праздничные застолья зачастую приносят с собой лишние килограммы. И тут, как нельзя, кстати, рекомендации диетолога. То, что создает промышленность, то, что жирное, сладкое, это, конечно, нужно ограничить. А сейчас относиться к кормить себя настоящей едой, натуральной. Творог включить в рацион. Можно вообще устроить разгрузочные дни. То устроили творожный день, то, может быть, устроили фруктовый день. Если же не хочется однотипных таких дней, можно рыбу с овощами. Так что прощай, селедка под шубой. Здравствуй, размеренный рацион и свежие фрукты, овощи. По крайней мере, до следующего праздника. То есть до завтра. С наступающим Старым Новым Годом.